Приветствую друзья, я Виталий Портников. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение Министерства иностранных дел своей страны, которое выслало из Германии двух российских дипломатов. Немецкое внешнеполитическое ведомство приняло решение о высылке сразу же после того, как стало известно о приговоре немецкого суда убийцы грузинского гражданина Зелимхана Хангашвили, который был одним из участников войны в Чечне и считался оппозиционно настроенным по отношению к российскому руководству. Суд признал тот факт, что убийство Хангашвили было организовано российским государством и таким образом на территории Германии, на суверенной территории, это убийство было совершено сотрудником российских специальных служб. Фактически в своих отношениях с Германией Россия сейчас проходит тот же этап, который она в свое время проходила во взаимоотношениях с Великобританией. Лондон, возможно, об этом уже многие забыли, пытался найти общий язык с Москвой достаточно долго. Даже после того, как стало известно об отравлении Александра Литвиненко, бывшего офицера российских спецслужб и критика авторитарного режима Владимира Путина, британское правительство пыталось сгладить всю остроту проблемы. Даже после того, как суд в Лондоне признал, что это убийство было совершено офицерами российских специальных служб, один из которых, кстати говоря, сейчас депутат Государственной Думы Российской Федерации. Ведь депутатство в России это самое главное, лучшая награда за убийство. Но после отравления Скрипалей официальному Лондону не оставалось ничего другого, как принять жесткие меры по отношению к России. Этого требовало и британское общественное мнение, которое с узумлением овидело, что российские спецслужбисты могут распылять яд в мирном городе, не думая о его безопасности, не думая о безопасности британских граждан, что все это совершенно третистепенно, когда речь идет о выполнении специального задания Кремля. И, кстати говоря, точно так же под давлением собственного общественного мнения вынуждено было принять жесткие меры по отношению к Москве предыдущее правительство Чешской Республики, когда стало известно, что российские агенты, кстати, вероятно, те же самые, что устраивали отравление Скрипаля, подорвали военные склады на территории Чешской Республики, тоже совершенно не задумываясь о последствиях. И вот теперь ровно такая же история с Германией. В центре Берлина сотрудник российских специальных служб убивает человека, не сообразуясь даже с тем, что эта казнь происходит на территории другого государства. И в этом, конечно, еще один момент, который проводит пропасть между Россией как государством-убийцей и цивилизованным миром. О том, что обвинительный приговор немецкого суда по убийству Хангашвили будет иметь серьезные последствия Владимира Путина предупреждал еще бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Однако суд пришел к заключению уже после того, как в Германии сменилась власть. И в этом есть, я бы сказал, своя политическая ирония. В Москве могли рассчитывать, что новый социал-демократический канцлер Германии будет куда более благожелателен по отношению к российским интересам, чем его предшественниц. Уже хотя бы потому, что социал-демократы традиционно стремились за особый диалог с Россией, были лоббистами интересов Москвы, когда речь шла о сертификации газопровода Северный поток-2, его достройке в земле Меклембург-Переднее Померание, где главой правительства является представительница социал-демократической партии, даже создали специальный фонд, чтобы помогать фирмам, которые хотят избежать американских санкций за свое участие в строительстве этого противоречивого российского проекта. Что тут противоречиво? Проект строится для того, чтобы Путин мог напасть на Украину. Что тут противоречиво? Это только с германской точки зрения противоречиво. А с точки зрения любого здравомышленного человека противоречий нет. Это труба войны. Ну а пока достроили газопровод, пока сменилась власть в Германии, оказалось, что может меняться и немецкое общественное мнение. Потому что сейчас о том, какое решение принял суд, занимавшийся убийством Хангашвили, говорят все немецкие меди. И совершенно очевидно, что постепенно отношение обычного немца к России будет меняться в сторону страха и необходимости жестко отвечать агрессивному государству, которое практикует в своей деятельности, я бы сказал, все подходы гитлеровского рейха. Могут еще помнить старшие поколения немцев, живших при одном из предшественников Владимира Путина с политической точки зрения, рейхсканцлера Адольфи Гитлера. Ну и что тогда может сделать Олаф Шольц, если даже захочет? Понятно, что его задача поддерживать все те жесткие меры по отношению к России, которые будут приниматься в ответ на ее действия. И как вывод из судебного приговора. И понятно, что сама Россия будет действовать совершенно неадекватно, говорить о политизированности судебного решения, как тоже сделала известная российская пропагандистка, выдающая себя за дипломатку Мария Захарова. Хотя понятно, что там дипломатии не пахнет, а пахнет беспардонной, лживой, глупой пропагандой, которая должна восприниматься всерьез только людьми, которые всерьез до сих пор воспринимают российское телевидение и официальных чиновников, обслуживающих крем. И понятно, что по мере изменения немецкого общественного мнения будет меняться изменение настроения даже тех немецких политиков, которые хотели бы какого-то диалога с Москвой. Потому что они будут прекрасно понимать, что это чудесное желание будет стоить им голосов избирателей, депутатских кресел, министерских портфелей, что они превратятся в маргиналы. А кому же хочется быть маргиналом, когда ты депутат и министр? Никому не хочется. Даже тем немецким политикам, которые плодотворно сотрудничают с Москвой. Так что я не удивлюсь, если в один прекрасный день даже отставной немецкий политик Герхард Шрёдер убежит от Владимира Путина куда подальше, чтобы спасти остатки своей репутации. Деньги, конечно, это очень хорошо, но репутация тоже какое-то значение имеет. Особенно, когда речь идет о мокрых делах. И совершенно не случайно, как раз сегодня стало известно, что сертификация газопровода «Северный поток-2» не состоится до лета следующего года. Конечно, можно говорить о том, что немецкий регулятор независим от немецкого правительства, это будет честная правда. Но, с другой стороны, и регулятор прекрасно понимает, что ему теперь некуда спешить с вынесением решения о судьбе газопровода. Что на него никто не будет давить, требуя ускорить сертификацию ради того, чтобы Германия оказалась с газом в какой-то трудной ситуации, чтобы не пришлось повышать цен. Что сейчас гораздо важнее, чем вопрос газовых цен, которым так радостно жонглировал Кремль в последний месяц. Важнее вопрос репутации. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, ну кому хочется иметь дело с царем Иродом? Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи!